Малыш просыпается, знакомится с котом, строит башню из кубиков, гуляет и ложится спать. Весь сюжет этого спектакля умещается в одно предложение. Тут нет отважных героев, принцесс, которых надо спасти и биться с злодеями. Только большой и яркий мир маленького ребенка. Колготки надели, надели, в самом деле, ой, забыли. И куда мы глядели? За весь спектакль главные герои не произносят ни слова. Тем удивительнее, ведь роли исполняют серьезные драматические актеры. Софья Лебедева, например, играла Лизу Бричкину в новой версии «Азоре здесь тихие». А Кириллу Запорожскому, актеру сериалов, мало того, что весь спектакль пришлось провести в шерстяных носках для создания ощущения уюта, так еще и сменить профессию. Для этой постановки он стал кукольником. Быть котом оказалось довольно сложно. Публика-то капризная. Тут надо взять простую ситуацию, которую существовал младенец. Ну не младенец, а ребенок до года, наверное, 4-5 лет. И как-то вот ее попробовать пережить, попробовать показать, чтобы он вовлекся в этот процесс. То есть окунуться в его мир. Идея театра для малышей появилась у продюсера «Бэби Лап» Екатерины Гаевой, когда у нее родился сын Себастьян. Он и стал в этом маленьком театре главным режиссером. Актеры учились у него движением и мимике. А когда постановка «Малыш и кот» была закончена, Себастьян впервые крепко встал на ноги. С тех пор крепко стоит на ногах и спектакль, и сам театр. В Москве у него большая армия поклонников. Есть детский театр, который больше направлен на развлечение. Эй, знаете, такое больше. Бу-ра-тина. А есть именно бэби-театр, который, ну как бы с ними как со взрослыми надо общаться. На тебя смотрят 20 или больше таких вот чудесных чудес. И не соврешь. То есть тут надо искренне просто отдавать энергию, и не соврешь. Пока шел спектакль, длился он всего полчаса, практически никто из зрителей не ударился в слезы. Полуторагодовалая Софья все это время за действием следила, открыв рот. И это для юной театралки нетипично, говорит ее мама. Ребенок у нас впервые сидел, не отрываясь, смотрел. Мы были здесь уже на спектаклях, но надолго не хватало ее. Все очень понравилось. Не знаю почему. Или эти яркие пятны, актеры, все понравилось. А уже после спектакля всех детей позвали в комнату малыша поиграть с главными героями. Это одна из самых любимых частей представления для детей, говорят авторы. Иногда все заканчивается слезами. Малыши не хотят расставаться с ярким и веселым театром. Как тебе понравилось? Скажи, вот так вот. Вот так вот. Мария Седнева и Александр Саражин, 12 канал.